вы пропали Галина Дмитриевна, со связью возможно что-то сейчас меня слышите? Да Галина Дмитриевна, записывайте Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Капитан полиции Панкратов Иван Романович Также напишите адрес нашего управления Это город Москва, перевод в Рязанский, дом 1 Галина Дмитриевна, смотрите, я сейчас буду заниматься этим делом Сейчас Центробанк заступает потерпевший Но он обязуется вернуть вам все деньги в полном объеме Если, конечно, вашей линии в этом не будет Это было вам понятно? Да, да Галина Дмитриевна, вы мне скажите В это последнее время свои данные или банковскую информацию передавали 3-м линии Возможно в БОС учреждения А какой именно банк? Какой? О каком банке идет речь? Идет речь, Галина Дмитриевна, у меня в заявлении указано А также это инициатор заявления на возбуждение уголовного отдела В данный момент выступает Центральный банк Российской Федерации Центробанк Единый финансовый регулятор на все банки страны Он выдавит лицензию всем банкам Так, так, и что делать-то? Давайте, говорите Галина Дмитриевна Также скажите, не ранее с мошенниками сталкивались? Да Что вы причинен материальный учет? В каком размере? Цыганка меня один раз это как-то, ну, развела Развела цыганки На какую сумму у вас развела цыганка? Три тысячи где-то рублей было Это вы попали под гипноз? Да, да Да, под гипноз попала, да Хорошо, Галина Дмитриевна Также скажите мне Часто поступают звонки от лиц, которые представляются по кругу Судниками банков Да, бывает такое Галина Дмитриевна, как это там полиция, я должен вас предупредить о том, что ни один банк Российской Федерации не имеет права отсланивать своих лицов, чем более, запрашивать какую-либо личную информацию Было понятно? Да, было понятно Галина Дмитриевна, на данный момент, какими банками пользуетесь на территории нашей страны, будьте добры, не отрывают и ныне, которых ослышивают в последний раз? Тиньков Почта банк Ну все Да, Кюшев Все Тиньков банк и Почта банк, верно? Да Хорошо, пожалуйста, смотрите, я вас также предупреждаю о том, что вы не имеете права разглашать ответственную информацию Это статья 310 Уголовного осознания Российской Федерации. Это неразглашение сведений, полученных в ходе дознания или предварительного следствия. Галина Дмитриевна, это было понятно? Да, да. Смотрите, я сейчас буду напрямую направлять запрос на департамент безопасности Центрального банка. Мне указали, что вам будет выделен ведущий специалист, который будет ввести материально уголовную ответственность за все действия. Ваша задача, Галина Дмитриевна, придерживаться инструкций, которые будут вам предоставлены, и соблюдать полную политику конфиденциальности. Так как в данный момент в силу вступает статья 183 Уголовного осознания Российской Федерации. Скажите, а мужу можно сказать? Мужу можно сказать? Мужу сейчас нет, а специалист во всем доверяется. Ну, у меня просто тоже капитан полиции, поэтому, вот, ну... Да, если капитан полиции, все можно. А, хорошо. Да, да. Все, вы вспомните о том, что вы соблюдаете полную политику конфиденциальности. Это статья 183 Уголовного осознания Российской Федерации. Центрального банка. Это займет не более одной минуты. Не расстреляйте. Это что наделано такое там, что тебе кажется? Менты с Рязанского переулка. Да. Елена Дмитриевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Департамент финансовой безопасности Центробанка. Меня зовут Абаева, Жанна Юрьевна. Очень приятно. В данный момент поступила заявка у факта мошенничества, что касается вашего, у вас много счета. Пока знакомлюсь с данной заявкой, обязана вас проинформировать, что наш с вами разговор записывается. Толичный будет при направлении к правоохранительным органам у факта мошенничества. Также информация, которую я вам предоставляю, которая вам до этого была предоставлена, вы не имеете права распрощать третьим лицом. Третьим лицом для банка является вашей родственникой, друзья, знакомые. Первым лицом непосредственно является банк, вторым лицом являетесь вы как начитель данного основного счета. Эта информация с моего благословения. Ой, простите, я уснула, просто я кормлю грудью. Что, еще раз, можете повторить? Повторить еще раз. Я говорю, что информация, которую вам до этого предоставлялась, которую я вам предоставляла, она является абсолютно оконседоциальной. А, ну хорошо, нет, это я поняла, да. Вы не имеете право разглашать данную информацию третьим лицом. То есть это вам было понятно, все верно? Все верно. Сейчас на данный момент факт мошеннических действий фиксируется по вашему основному счету. Что такое основной счет? Основной счет вам был выдан Центральным банком Российской Федерации, то есть нашим банком, да, по вашим паспортным данным. Именно поэтому на данный момент у нас есть честное неполадание, что попытки специальные мошенничества и действия по отношению к вам совершают недобросовестные сотрудники. В какой именно структуре, а также в каком именно отделении находятся потенциальные мошенники, мы не знаем. Для выяснения всех данных обстоятельств будет проводиться у многих банковских расследований. Также для выяснения лица либо же группы лиц, которые совершают данные действия мошенничества характера. То есть своих опытов и информации для вас также бывают, все верно? Да. Былают, все верно. Хорошо, Галина Дмитриевна, у меня имеется информация, что на данный момент вы пользуетесь Тинькофф банком, а также Почтобанком. Все верно? Да, а откуда вы узнали, что вот я пользуюсь Тинькофф и вот это вот, и Почтобанк? Мне принаправили информацию. А, только что? У меня в заявке указана данная информация. А, ясно. На данный момент необходимо произвести анализ по вашим финансовым ячейкам. Для того, чтобы в случае списания ваших денежных средств, банк смог бы отнесить вам разницу в полном объеме. А сейчас на данном вот эту работу, уточните, в Тинькофф банке у вас кредитная карта, либо же карта дебетового образца? А, дебетового, да. А, по данной карте вы какие последние действия совершали собственноручно? Ну, вот так. Ну, бабушке переводила там тысячу. То есть это по переводе денежных средств, верно? Да, да. А, так же уточнить ранее с фактом ошенических действий сталкивались любого характера? Ну, вот про цыганку я рассказывала уже сейчас, сотрудник полиции. Не понимаю. То есть я не знаю, какую информацию вы предоставляли сотруднику правоохранительных органов. А, я думала, вам все передали сейчас. И про цыганку тоже. Нет. Нет? То есть в банковских структурах вы не сталкивались? А, нет, 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 не было. Нет, не сталкивались. Хорошо, Залина, ты нас зафиксировала данный ответ. По-моему, тысяча четыре было там. Я могу зафиксировать сумму до четырех тысяч рублей, это будет корректно? Все верно? Да, да. Хорошо, так же скажите, кредитная карта у Чинькова банка будет? А, подожди, а списали сколько? Пятьдесят? Что, что, простите? Мошенники списали сколько? Пятьдесят? Это была попытка списания. А, по... Да, в размере 50 тысяч рублей. Простите меня, сейчас, 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 сейчас. Да, я поменяла, Залина. Да, да, сейчас. Не, необходимо подождать, либо... Попу, ты хорошо вытер попу? Проверь, пожалуйста. Все, иди. Да, извините, пожалуйста. Ничего страшного. Хорошо, Галина Дмитриевна, сейчас, на данный момент, также, уточните, в структуре почта банка, то есть, личным кабинетом, вы пользуетесь здесь почта банка? Да, там у меня много денег. Пользуетесь. Хорошо, уточните, в структуре почта банка, вы имеете в виду карту, либо же кредитную, то есть, вообще, картами пользуетесь, то есть, платиковые инфедукты, на? Нет. Там у меня просто счет. Я, честно говоря, понимаю, что в структуре почта банка, вы являетесь вкладчиком? Да, да. Хорошо, уточните, на какую сумму открывали вклад? Ну, блин, где-то... Я, честно говоря, не знаю, у меня муж этим занимается, вот. А муж же является доверенным лицом? Да, конечно. Она реально доверена? Да, конечно, но вот он, он сам все... Может, это он хотел списать? Может, это он хотел списать? На данный момент подозревать сотрудники, непосредственно, да, отделением банка, либо же сотрудники контактного центра, поскольку только у них имеется доступ по вашему основному счету. А по списанию денег на встречу с уроком не по вашим финансовым веществикам, а по вашему основному счету. Хорошо. Последние дичья, какие вы совершали по вашему вкладу? Это вклад рублевый, либо же валютный, возможно, инвестиционный? Ну... Металлический? Нет, обычный, рублевый. Так, может, мне проще пойти в банк и просто, ну, сказать им, чтобы... Галина Дмитриевна, я уже говорила, что сейчас подозревают сотрудники отделения банка, либо же сотрудники контактного центра. То есть вы мне хотите сказать, что вы, да, уже проинформированы о факт мошенничества и их действий, да? И сейчас хотите пойти в отделение банка, то есть, да, потенциальным мошенникам, которые совершают, да, мошеннические действия по отношению к вам? Ну, да, я приду, скажу. Вы хотели меня ограбить. Ну, и как бы выпучу глаза там, и все. Вот, они скажут, нет, мы не хотели, мы не будем больше так. И все. Нет? Галина Дмитриевна, я вам объяснала, что там же сейчас действует порядок ст. 183, то есть, будет проводиться внутри банков-короследовательное проведение данных обстоятельств. По образу, вы сейчас можете нарушить расход непосредственно расследования? Так, что, что нужно сказать вам, номер счета, паспорт свой, что, или у вас все это есть, у вас же есть все это, да, если у вас там полиция? Я у вас данную информацию не запрашивала. Я у вас запрашиваю информацию, какие вы последние действия совершали по вашему вкладу? Я, последние действия были у меня, не помню, что я вкладывала. То есть, вы не помните, какие действия вы совершаете по вашему вкладу? Это же ваш финансовый ячейк. Ну да, точно. Ну, занимается этим муж, я вам говорила уже. Супруг какие последние действия производил по вашему вкладу? Ну, он сейчас на работе. Он работает в полиции. Я могу ему сейчас прям позвонить и уточнить у него. Вот. Могу вам просто, ну, как бы, перенаправить на него. Доступ к личному кабинету у вас имеется? Тоже у мужа. То есть, личным кабинетом вы не пользуетесь на вашем мобильном устройстве и почтебанком? Ну, только с ним рядом. Он такой очень... Только с ним рядом. Да. Тиран. Тиран у меня муж. Тиран. Да, и поэтому... Хорошо, Галина Дмитриевна, так вы скажите, на данный момент какой прибавлять пример на активный баланс по вашему вкладу до начала мошенничества? То есть на сегодняшний день? Ну, мы очень богатые люди. Даже стыдно говорить вам, сколько у нас денег. Много, а ты сколько? Ну, где-то... Нет, я не могу, меня муж прибьет, если я скажу. Нет. Ну, вы же никакую конституционную информацию не распространяете. Ну, мне придется ему рассказать все, понимаете? И ему придется с вами разговаривать. Сейчас надо нормально, чтобы никакую конституционную информацию не распространять у вас. Вы ее не запрашивали попросту. Я на это не имею права. Блин, вы так хотите отчаянно меня спасти, а мне эти 50 тысяч, ну честно, ну пусть заберут сотрудники. Я же говорю, мы очень богатые люди, у нас дом на рублевке. Я вам хочу только сказать, что вы обманываете, получается, вы обманываете людей, пожалуйста. Хорошо? Я не обманываю. Вы слишком дубая для этого. Вы слишком дубая для этого. Мне кажется. Хорошо. Хорошо.